В Ликино-Дулевском краеведческом музее поселился детеныш анаконды. Здесь еще можно встретить живого аллигатора, шиншиллу и игуану. Как они здесь появились, расскажут мои коллеги. У всех зеленых верхней шиншиллы есть точки локаторы. Когда она на вас смотрит, на объект любой, она сразу у вас объем... Она оливнула его. Она ваш объем вычисляет в проекцию на инфракрасе возлучения. И сама понимает, может проглотить или не может. Если она не может, то она вас вообще вызволит для нее. Что может быть увлекательнее, чем наглядный урок биологии? В Ликино-Дулевский краеведческий музей приехал зоопарк за стеклом. Здесь можно лично познакомиться с животными всего мира. Согласитесь, это гораздо интереснее, чем разглядывать картинки в учебнике. Самым смелым разрешают даже потрогать. Здесь находится детеныш гигантской анаконды. Если когда-либо кто-либо в сеть про анаконду видел, это вот она. Ей всего лишь три с половиной года. Прогать можно. Прогать можно. То, что я делаю, то и вы можете. Прогать, кричите. В зоопарке за стеклом мирно соседствуют самые удивительные животные планеты. Например, бурундук. Друг Чипы Дейла нисколько не смущается, что живет рядом с грифовой черепахой. Хищником с берегов Миссисипи. В народе его называют монстром. Почему? Сейчас попросим пасть. Сядок есть. Видите, красный белый червячок. Это язычок. Как кто-либо до него дотрагивается, он автоматически закрывается. Бежим через гильотину. Просто отрубает. Это ему всего лишь пять лет. А я представлю, что он живет сто лет. За сто лет вырастает до одного метра в диаметре весом 60 килограмм. Это самая крупная пресноводная черепаха в мире на северо-востоке США. В отличие от контактных зоопарков, здесь можно трогать далеко не всех животных. В террариумах есть и ядовитые змеи. Например, индийская кобра. Ее своенравный характер прочувствовали даже экскурсоводы. У меня много раз кусали. Я не первый раз в жизни такое получил. Но получил и прошло, как обычно. Зато сейчас ваша здешняя больница умеет лечить от ядовитых змей. Поход в мини-зоопарк – это увлекательное и познавательное приключение, которое никого не оставит равнодушным, особенно детей. Мне больше всего понравился сыч. Он красивый и моргает. Мне больше понравился питон, потому что он очень большой, и его можно было поддержать. Мне больше всего понравились эти альбиносы. Больше всего понравился домовой сыч, потому что он очень похож на сову, и я в детстве очень хотел завести сову. Крокодил, потому что он очень опасный и хищный. Зоопарк «За стеклом» пробудет в Лукино-Дулеве до 11 марта. Стоимость билетов – 200 рублей для взрослых и 150 для детей. Дети до трех лет бесплатно. Открыт зоопарк ежедневно с 10 утра до 7 вечера. Обязательно приходите. Но будьте осторожны. Возможно, после экскурсии ваш ребенок попросит новое домашнее животное. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...